которые человек услышал от Бога, звучали так. «Будьте благословенны, плодитесь и размножайтесь». И самые последние слова, которые услышит человек, будут словами «благословение». Слава Богу! Это первое, что человек слышит, и последнее. «Я видел новое небо и новую землю». И если вы прочтете книгу «Откровения», вы увидите, что там было дерево жизни. Эдемский сад всегда был интересной тайной. И сначала я буду говорить с вами об этом. Эдемский сад... Эдемский сад всегда был интересной тайной. По сей день. Это образец того, какой Бог желает видеть нашу жизнь. Я понимаю, что мне придется потрудиться, чтобы хорошо это объяснить. Он начинает с человека. Мне понадобится помощь. Откроем Бытие, глава первая. Моя жена сказала мне, пожалуйста, не нужно проповедовать всю ночь. Я ответил, я собираюсь проповедовать девять часов. А она сказала, проповедуй сколько хочешь, я уйду через час. Бытие, первая глава. Начнем с 26 стиха. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. «И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». «И сотворил Бог человека». Он еще не стал душой живой, он сотворил только его тело. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Потом мы видим, что Бог возвращается в 9 стихе, точнее, в 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице Его дыхание жизни, и стал человек душою живою». В книге «Бытие» мы видим, что Бог сказал, Бог сказал, Бог сказал, Бог сказал, а потом Бог увидел. Он сказал, а значит, Он использовал слова. Слова были началом всего. Когда Бог сотворил человека, Библия говорит, Он вдохнул в человека дыхание жизни, но ведь вы всегда выдыхаете, когда говорите. Это не противоречит тому, как Он творил все остальное. Он сказал, Он сказал, Он сказал, и Он сотворил. Так же Он поступил и с человеком. Он сказал, и Он сотворил. Он произнес слова. Слова были началом всего. Все начинается со слова. Все начинается со слова. Все начинается со слова. Чем бы вы ни занимались, это начиналось со слова. Если вы пытаетесь достичь чего-то благословенного Богом, но не начинаете с Его Слова, скорее всего, вы построите на фундаменте проклятия, и это строение не устоит. Для всего нужна поддержка Божьего Слова и Его силы. Все нуждается в поддержке Божьего Слова и Его силы. Это и есть Божье Слово. Это и есть Божье Слово. Все начинается с Божьего Слова. Исцеление начинается с Божьего Слова. Долгота дней начинается с Божьего Слова. Вы не проживете долго, если не начнете с Божьего Слова. Не нужно проверять, сколько вам удастся прожить без слова. Если вы хотите жить долго, пора начинать с Божьего Слова. Если вы желаете быть здоровыми, здоровье начинается с Божьего Слова. Если вы желаете быть успешными во всех сферах жизни, это должно начинаться с Божьего Слова. Если вы хотите, чтобы у вас был успешный брак, это должно начинаться с Божьего Слова. Если вы пренебрегаете Божьим Словом, вы подобны земледельцу, который забывает сеять и потому зря встает каждое утро, ожидая урожай Урожая не будет, потому что семена, которые должны были прорасти и принести урожай, не были посеяны в землю Так и в вашей жизни в ней будет то, во что вы посеяли семена Божьего Слова Слова — начало-начал Начало всего — слова Все начинается со слова С помощью слова Он сотворил планеты Словами Он сотворил луну, звезды, животных, да и самого человека Аллилуйя А теперь вернемся в Эдемский сад Посмотрите Прочтите восьмой стих вместе со мной И Господь Бог Сделал что? Сделал что? Насадил рай Насадил рай Насадил рай О, Аллилуйя! Насадил рай Насадил рай Послушайте меня, вам тоже нужно сажать Он насадил рай Он насадил рай Вам тоже нужно сажать Он насадил рай Мне придется повторять, чтобы у вас было достаточно времени осмыслить мои слова Он насадил рай, и вам придется насадить рай Он насадил рай, как насаждают любой сад Эдемский сад Эдем означает «роскошная жизнь» Значит, всегда все в достатке Бог насадил сад, который бы обеспечивал постоянный достаток А затем поселил в него человека Чтобы человек мог насладиться этой роскошной жизнью Но сад вырос из того, что было сначала посажено Ваше исцеление произрастет из того, что сначала нужно посадить Ваше освобождение от греха произрастет из того, что сначала вы посадите Капуста произрастет из того, что вам нужно сначала посадить Кукуруза произрастет из того, что вам нужно сначала посадить А теперь я добавлю У вас должно быть сначала Божье Слово И заметьте, это семя должно быть посажено Все, что вы начинаете, должно начинаться с Божьего Слова И это Слово должно быть посеяно Все, что вы начинаете, должно начинаться с Божьего Слова И это Слово должно быть посеяно Если вам нужна кукуруза, нужно сеять семена кукурузы Если вам нужно исцеление, нужно сеять семена исцеления Если вы нуждаетесь в процветании, во всех сферах нужно сеять семена процветания. Христианин не может ожидать урожая, если отказывается понимать, что урожай начинается с семени и посева. Если вы это понимаете, скажите «Аминь». Слава Божья — это Божье проявление. Это проявление Божьей силы. Вы слышите слово «слава», но позвольте мне объяснить вам. Слава Божья — это проявление Его Слова. Проявление Божьего Слова. Когда Бог сказал, и потом, когда Бог увидел, то, что Он увидел, можно назвать Божьей славой, потому что это — проявление Его Слова. Проявление молитвы. Вы молитесь, и результат молитвы — и есть слава. Вы посеяли, и то, что проявилось, и есть слава. Аллилуйя! Вы все это понимаете? Именно это мы и видим в Эдемском саду. Мы видим проявление Божье. Мы видим проявление Божьего Слова. Слава. Эдемский сад был полон славы. Он был исполнен славой. Он был наполнен славой. Слава Божья была на человеке, которого окружали славные творения Божьи. Весь Эдемский сад был садом славы. Это был сад проявления посеянного Божьего Слова. И Бог берет человека, которого, как вы знаете из 9-го псалма, Он увенчал славой. И так человек увенчан славою. И так человек увенчан славою. Человек живет на земле славы. Человек Вадим словами славы. Человек дышит дыханием славы. В его венах течет кровь славы. Все в Эдемском саду было исполнено славы. А каждому саду нужен садовник. Каждому саду нужен садовник. А у этого садовника была задача охранять сад от незваных гостей. Там было дерево познания добра и зла. Было в Эдемском саду и другое дерево. Дерево жизни. Бог сказал им, «Не есть от дерева познания добра и зла, потому что если они съедят плодов этого дерева, то умрут». Если вы съедите плодов этого дерева, вы заблокируете благословение. Если вы не послушаетесь меня, вы заблокируете благословение. Если вы согрешите, вы заблокируете благословение. Грех — это блокиратор благословения. Грех — это то, что блокирует Божье благословение. Грех — это то, что блокирует Божьи действия. Грех — это то, что блокирует Божье помазание. Аллилуйя! До того, как они ослушались Бога, в саду действовало благословение. До того, как они ослушались Бога, в саду можно было видеть результаты действия благословения. В саду было здоровье. В саду была безопасность. В саду была власть над эмоциями. В саду было физическое процветание. В саду было духовное процветание. В саду была безопасность. В саду было общение с Богом. Все, что Бог предназначил для человека, было в Эдемском саду. У него было все, и Бог дал ему поручение. Он сказал, «Я хочу создать рай на планете Земля. Я поставил тебя, Владыкою, над землей, и хочу, чтобы ты был на земле, как я на небе». Итак, мы начнем. Это мой метод. Мы начинаем с семени, и я начинаю насаждать сад прямо здесь. «Я хочу», — обращается он к Адаму. «Я хочу, чтобы этот сад...» Это хорошо, Господи. Я вам покажу. Кто-то спросит, «А где был Эдемский сад?» Это просто. Библия упоминает реки Тигр и Эфрат. Это был Ирак. Исходя из библейского описания о том, как эти реки протекали через рай, это Ирак. Это тот же самый регион. Как то, что было с садом, может превратиться в пустыню? Я вам кое-что покажу. Так же, как и человек, может перейти из процветания в пустыню. Вы следуете за моими мыслями? Я понимаю, что мои слова похожи на школьный урок, но я должен вам об этом рассказать. Итак, Эдемский сад. «Всё, что только мог пожелать человек, все Божьи благословения были в Эдемском саду. Всё до того, как они вкусили плод того самого дерева». Бог желал, чтобы Эдемский сад, место благословения, силы и помазания распространилось дальше и покрыло благословением, силой и славой всю планету. И потом эта планета Земля стала бы столицей всех остальных планет. Это была бы планета, похожа на рай. На одной стороне была бы планета, покрытая Божьей славой, владыка которой человек, созданный по образу Божьему, а с другой стороны, на расстоянии многих световых лет, были бы небеса. И все планеты между ними находились бы под влиянием Земли и небес. Это был изначальный план. Бог всегда начинает с семени, и начатое им распространяется. «Один мужчина, одна женщина, один сад». И повеление наполнить его. Наполните его моей славой. Наполните его моей славой. Наполните его моим благословением. Я благословил вас. Я наделил вас владычеством. Я благословил вас. Послушайте, я вдохнул в человека дыхание жизни И стал человек, как говорят еврейские предания Человек стал еще одним говорящим духом, подобным Богу И Бог повелел человеку владычествовать над животными И они обретали жизнь только после того, как Адам давал им имя Человек, увенчанный славою Бог Земли, Бог Всемогущий наделил всей своей властью Человека с физическим телом и вышел из картины И теперь этот человек несет ответственность За распространение славы Эдема, роскошной жизни И постоянного достатка из одной точки Из рая, по всей земле Но потом появляется сатана И что говорит человеку Бог? Охраняй сад Защищай от непрошенных гостей Охраняй сад Не ешь плодов дерева познания добра и зла Не делай этого Охраняй сад Тебе не нужны плоды этого дерева? Если хочешь знать о зле, спроси меня А теперь посмотрите, что происходит Все, что я только что вам описал Началось со слов Приходит сатана и произносит слова Противоречащие Божьим словам Сказал ли Бог? Сказал ли Бог? Какое коварство! Он пытается проделать с нами то же самое и сегодня Когда вы стараетесь вырастить что-то в своем саду К вам всегда приходит дьявол с коварными вопросами Бог действительно исцелил тебя А теперь посмотрите, что происходит Звучат слова И этим словам, произнесенным сатаной Адам поверил Когда Адам принял эти слова Они изменили его мышление А мышление Изменило его эмоции И человек, владыка Способный управлять своими эмоциями Позволил эмоциям возобладать над собой И эти эмоции увели его от Божьей воли И теперь Раз Адам ослушался Бога Его грех Остановил действие благословения Бог против греха не потому, что ему нравится устанавливать свои правила Он против греха, потому что грех — это блокиратор благословения Грех блокирует действие благословения А Адам Идет и ест отплодать древо Он ослушался Бога Бог произнес благословение, которое несет в себе славу Благословение, которое несет в себе славу Благословение, которое несет в себе славу Благословение несет в себе славу Благословение Господне обогащает и печали не приносит Господне благословение обогащает и печали не приносит Но если вы постараетесь получить благословение без Господа Вам, возможно, удастся обогатиться, но с таким богатством придет и печаль Бог произнес слово Адам ослушался Он заблокировал благословение И потерял славу Он блокировал благословение и потерял славу Потому что благословение производит проявление Божьей славы Благословение производит славу Но когда благословение заблокировано, то заблокирована и слава Заблокируешь благословение, остановишь славу Блокируешь благословение, останавливаешь славу Заблокируешь благословение, остановишь славу Заблокируешь благословение, остановишь славу Заблокируешь силу, остановишь ее проявление. Заблокируешь силу, остановишь ее проявление. Заблокируешь помазание, остановишь его проявление. Грех блокирует благословение и останавливает славу. Если понимаете меня, скажите «Аминь». Итак, Бог дал обещание. Сатана, ты отобрал мой сад, и я хочу его вернуть. Верни мне мой сад. Верни мне мой сад. И Бог сказал сатане, Он сказал, что семя жены будет поражать его в голову, а он будет жалить его в пяту. Дамы и господа, с этого момента цель всего, о чем говорится в Библии, вернуть то, что было похищено в Эдемском саду. Весь Божий план для этой земли и для человека. Бог должен это вернуть, потому что от этого зависит исполнение высшего Божьего плана. Вы следуете за моими мыслями? Ладно, а теперь еще кое-что. Бог выгоняет Адама и Еву из рая и ставит меч пламенный, чтобы охранять путь к древу жизни. А почему он тогда не поставил пламенного меча, чтобы охранять путь к тому другому дереву? Почему? Потому что они были богами земли. Они должны были повиноваться Богу, чтобы поток благословений продолжал изливаться на них. А теперь, когда поток благословений прекратился, они ослушались Бога и остановили благословение. Этот дерево нуждалось в защите, потому что если бы они съели плодов дерева жизни, тогда бы они остались в том же духовном состоянии и остались бы там навсегда без надежды на искупление. Итак, дерево жизни. Мы слышим о нем и о пылающем мече, но больше не услышим о нем до тех пор, пока утраченное не будет возвращено. Ладно. Теперь нужно начинать все сначала. С чего все начиналось? С чего начинался Эдемский сад? Со слов. А откуда исходили благословения? Из слов. Теперь Богу нужно найти человека, с которым он может заключить завет, который бы восстановил силу его слова, чтобы он поверил в его слово. Он нашел человека по имени Авраам и выбрал Авраама, потому что знал, что Авраам научит этому своих детей. Он пытался вернуть людям благословение. Аллилуйя! Итак, он выбрал человека по имени Авраам, Перед тем, как это произошло, Авраам только что вернулся после битвы с царями и повстречался с первосвященником по имени Мелхиседек и отдал десятину от всей своей добычи Мелхиседеку в обмен на благословение. А теперь смотрите, что происходит. Вот что сказал Бог. Он сказал, «Авраам, ходи предо мной и будь непорочен, и я благословлю тебя». Мне нужен человек, который поверит в мое слово. Авраам спросил, «Как я могу поверить тебе?» Он ответил, «Вот что я сделаю, я поставлю сильнейший завет, известный людям между мной и тобой. Я заключу кровный завет с тобой, чтобы ты мог поверить мне. Я войду в этот завет, и он будет между мною и тобой и потомством твоим, и он будет вечным заветом, который я не нарушу никогда». Он вступил в завет с человеком. Бог заключил этот завет с человеком, и Авраам поверил Божьему Слову. Именно об этом и идет речь в 22 главе Бытия. «Отведи сына своего на гору и принеси его в жертву». Все это было нужно для одного. Для чего? Чтобы узнать, что Авраам поверил в его слово. Потом он сказал об этом Исааку, и Исаак поверил в его слово. Потом он рассказал об этом Иакову, и Иаков поверил в его слово. И заметьте, что он сказал Аврааму. Он опять желает, чтобы это благословение распространилось по всей земле. И он говорит, «Авраам, я благословлю тебя, чтобы все земные семьи были благословлены через этот завет. Мне нужно все вернуть. Я не забываю обо всех семьях, обо всей земле, но я буду действовать через человека, который верит в мое слово. Я буду действовать через тебя, и потому что ты, Авраам, веришь в мое слово, мы распространим мои благословения, так как я изначально планировал». Что ты пытаешься распространить по земле? Благословение. А зачем он пытается распространить благословение? Для славы. Но славы не будет, пока не будет благословения. А благословения не будет, пока не будет Слова. Итак, Бог заключил заветствие. человеком. Этот человек поверил в его слово. Бог благословил этого человека. И посмотрите, что произошло с Авраамом после того, как он получил благословение. Начала проявляться слава. Мы видим проявление славы. Авраам стал весьма богат скотом, богат серебром, богат золотом. Куда бы ни пошел Авраам, он нес людям благословение. Понимаете, если на вас проклятие, и вы переезжаете в Миссисипи, и в Миссисипи вы тоже прокляты, но не потому, что Миссисипи — проклятое место. Вы сами принесли туда проклятие. Но если на вас благословение, и вы отправляетесь в Миссисипи, и Миссисипи вдруг становится благословенным местом. Когда Авраам умер, как утверждает Библия в книге Бытия, глава 24-25, он оставил сыновьям своих наложниц дары, а Исааку он оставил все свое состояние. Все его состояние заключалось в его благословении. Это было настоящее благословение. Это было благословение Авраама. Благословение Авраама было передано Исааку, и у Исаака было благословение. И Бог сказал Исааку то же самое, что Аврааму. Он сказал, «Исаак, ходи предо мной, и будь непорочен». Он сказал, «Я благословлю тебя, и ты будешь в благословении. Иди, плодись и размножайся». Он сказал то же самое Исааку. Потом у Исаака родился Иаков, и он сказал то же самое Иакову. Благословение перешло на Иакова, и он сказал Иакову, «Размножайтесь». Вот благословение, размножайтесь. Вот благословение, размножайтесь. Распространяйте благословение, размножайтесь. Благословение никогда не задерживается в руках эгоиста. Знаете, что происходит? Когда эгоизм вошел в Эдемский сад, тот сад погиб. Когда эгоизм входит в вашу жизнь, благословение умирает. Вы не можете пребывать в благословении, оставаясь эгоистом. Вы можете пребывать в благословении, только пребывая в Божьей любви. Только так это будет возможно. Иосиф обрел благословение, и посмотрите на его жизнь. Куда бы ни пошел Иосиф, ему сопутствовала слава, потому что у него было благословение. Слава проявлялась на поле, слава проявлялась в тюрьме. Божья слава проявилась, когда он был рабом в доме Патифара. Куда бы он ни пошел, ему сопутствовала слава, потому что у него было благословение. Связка благословения и славы сопутствуют ему. потому что он стремится распространить благословение. И теперь весь Египет заразился его эпидемией Божьей славы. И когда наступила засуха, благословение явило славу, и народ вышел из засухи и вошёл в благословение. И Египет стал одной из самых богатых стран на планете благодаря человеку, который нёс в себе благословение. Всё в Ветхом Завете — причина, по которой пророк пытался произнести проклятие на Израиль, но открывая для этого уста, он смог изречь только благословение, потому что невозможно проклясть тех, на ком пребывает благословение. Их нельзя проклясть, приведя колдуна или гадалку, гадалку на хрустальном шаре. Вы можете колдовать и сделать всё, что угодно. Вы можете бросаться кореньями, крысами и хвостами. Проклятие не сильнее благословения. И когда в вашей жизни пребывает благословение, оно превращает даже проклятие в благословение. Сегодня мы совершаем экскурсию по всей Библии. На Иосифе было благословение. Нужно описать всё точно. Даже когда Моисей ударил по скале вместо того, чтобы изречь слово, Бог осудил его, потому что хотел открыть истину о своём благословении. Он сказал, «Я не хочу, чтобы ты показывал людям, что можно получить воду, ударив по скале». Но я хочу, чтобы ты показал им силу моего слова. Показал им, что когда ты говоришь слово скале, открывается источник. Если они не поймут, какая сила заключена в моём слове, источник благословения не откроется. Эта вода была символом благословения. Если вы не говорите слово скале, значит, вы бьёте по ней. То есть не выбираете то лучшее, что предлагает вам Бог. Я должен познакомить людей с силой Божьего Слова. На протяжении всей Библии мы видим, как Бог давал людям Своё Слово. Он давал Своё Слово Пророку. Он обращался к тому Пророку и говорил эти слова. И потом эти слова исполнились. И даже когда Израиль начал роптать, Бог сказал Израилю, «Я исполню то, что вы произнесёте своими устами». Он пытался показать людям, какая сила в Его Слове. Этот завет достиг девушки по имени Мария. Если бы до неё не дошёл поток заветов и свидетельств, она бы не забеременела, когда Ангел сказал ей Слово. Но потому что она видела, как Бог вновь и вновь исполнял Своё Слово. Он исполнял Своё Слово. Он исполнял Своё Слово. Он исполнял Своё Слово. Он исполнял Своё Слово. Исполнял, исполнял, исполнял. И он не забудет исполнить свое слово Он исполнит свое слово Его слово — истина Его слово — реальность Его слово — крепко Вы можете положиться на его слово Вы можете все поставить на его слово Его слово исполнится Когда Мария услышала это слово Слово, донесенное до нее ангелом И родится у тебя Сын И наречется Иисусом И Он спасет народ свой от грехов их Мария задала лишь один вопрос Как это возможно? Ведь я не познала мужа Ангел ответил Дух Святой сойдет на тебя Как он был над водою Всякий раз, когда вы видели Слово Вы видели Святого Духа И все славное и великое происходит Благодаря Божьему Слову и Святому Духу Это Слово и Сила Дух Святой Держатель благословения Она сказала Она сказала Да будет мне по Слову Твоему И забеременела И девять месяцев спустя Писание провозглашает Божье Слово Вы должны это увидеть Вы должны это увидеть Откройте Иоанна 1.14 Где моя Библия? Боже, где моя Библия? Как она туда попала? Я тебе ее сам дал? О, Иисус, смотрите, Иоанна Иоанна Иоанна, Иоанна Иоанна 1.14 В начале было Слово И Слово было у Бога И Слово было Бог Оно было в начале у Бога Все через Него начало быть И без Него ничего не начало быть Что начало быть? В Нем была жизнь И жизнь была Свет человеков И свет во тьме светит И тьма не объяла его Слава Богу Когда Бог сказал «Да будет свет» Он не имел в виду Солнце, Луну или звезды Он сотворил Солнце, Луну и звезды После того, как сказал «Да будет свет» Когда Он сказал «Да будет свет» Он изрек Своё Слово Он имел в виду «Да будет свет» «Да будет слава» «Да будет явление Моей славы» На иврите это буквально значит «Да будет свет» И «Да будет тверть» Иначе говоря «Да будет слава» Явлена на земле сей И когда явилась слава Тогда Он сотворил Солнце, Луну и звезды Он сказал «Свет во Мне» Слава во Мне Явление славы во Мне И послушайте, явление славы в Слове Моём. Исцеление в Слове — это ваш свет. Освобождение от греха да будет в Слове — это ваш свет. Процветание да будет в Слове — это ваш свет. Слово наполнено светом. Иисус, который есть Слово, становится источником благословения. И благословение соединяется со славой. Благословение — слава. Благословение — слава. Что мы видим? Мы видим, как Он действует благословением, и благословение производит славу. Мы видим, как через Его благословение... Его благословение производит что? Прозрение. Мы видим, как действует Его благословение, и благословение начинает распространяться по земле. А теперь смотрите. Смотрите. Итак, он на кресте. Галатам 3. Потому что теперь он мог прийти только к язычникам. Была одна женщина, которая сказала, «Эй, Господь, почему бы тебе не сделать нам одолжение? Можно мне получить крошки со стола? Даже псам разрешают есть крошки со стола?» Он ответил, «Я пришел только для иудеев». Угу. Угу, угу. Угу, угу. Вы готовы? Стих 13. «Христос искупил нас от клятвы закона». Проклятие обрекает на поражение. Христос вернул нас и избавил от проклятия. Проклятие греха. Сделавшись за нас проклятием, ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа и Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Иисус умер, чтобы мы могли получить доступ к благословению, которое было на Исааке, благословение, которое было на Иакове, благословение, которое действовало в Эдемском саду, благословение, которое было на Иосифе, благословение, которое было на Иисусе, и Иисус умер на кресте, чтобы все люди планеты могли получить благословение, чтобы все семьи Земли могли получить благословение, чтобы все были благословлены. То есть, первый Адам, два Адама, два сада, два искушения. Первый Адам в Эдемском саду, поддавшись эмоциям, он отдал власть, блокировав славу. Последний Адам в Гефсиманском саду смог победить эмоции. Он стоял твердо, да так, что и спор его кожи начала сочиться кровь. Но он не уступил. И в тот день он стал последним Адамом. У сатаны больше не было власти над Иисусом, потому что он противостоял Ему. Он победил. Он победил его. Теперь власть и сила вернулась к Иисусу. Мы на пути к возвращению сада. Власть над садом должна вернуться в наши руки. Ключи должны вновь оказаться в руках человека, где они были изначально. Аллилуйя! В 10-й главе Евангелия от Луки говорится о том, что вся власть, вся власть, Луки 10-я глава и Матфея 28-я, там, где он дал великое поручение, дана мне всякая власть на небе и на земле. И теперь я даю эту власть вам, чтобы вы выполнили мое поручение. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что я повелел вам. Что он сказал? Я покрываю вас благословением, чтобы вы могли продолжить дело распространения благословения по всей земле, чтобы оно достигло всех семей. Я восстанавливаю благословение на своих детях. Оно распространится по всей земле. Кто-то скажет, ладно, понятно. А как же сад? Он-то вернется? Да. В Откровении говорится, «Видел я новое небо и новую землю, и видел древо жизни». Оу! Новая земля и будет совершенным Эдемским садом. Это будет копия рая. Там будет дерево жизни. И там сойдутся воедино небеса и земля. Потому что Бог сверхъестественно завершит эту битву, и Эдемский сад вновь будет на земле. Это не будет новая земля взамен уничтоженной. Наша земля обновится и покроется Божьей славой. Теперь мы сможем завершить дело и на других планетах, потому что, когда человек согрешил, дальше земли дело не пошло. На Венере и на Юпитере все прекратилось. Но Бог вернет Свой сад, и сад будет роскошен и предложит бесконечное изобилие. Послушайте меня. Если вы в пустыне, начните с Божьего Слова. Получите благословение. Смотрите, как Бог Всемогущий начнет растить сад в вашей жизни. Из вашего чрева потекут реки воды живой. Во 2-м послании к Оримфинам, глава 4, говорится о том, что Сатана ослепил разум людей, и они ничего не увидят, если на них не воссияет свет славного Евангелия. Он желает, чтобы вы услышали Слово, потому что Слово откроет вам путь к славе. Какой славе? Явлению славы через Божье Слово и благословение. И зачем я учу об этом сегодня? Слава Божья в этой церкви и в теле Христа в целом будет ярче, чем когда-либо. Слава Божья в этой церкви и в теле Христа в целом будет ярче, чем когда-либо. Откройте второе послание к Оримфинам. Четвертую главу. Я должен это процитировать. Я должен вам показать. Я должен показать вам это сокровище. Он сказал, «Слава Господне наполнить землю, как воды наполняют моря». Слава покроет землю. А теперь смотрите, что здесь говорится. Смотрите, что здесь говорится. Это не только слава. Сокровище — это не слава. Я покажу вам, что такое сокровище. Угу. Второе Коринфянам 4.3 «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы на них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа распятого, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас по знаниям славы Божьей в лице Иисуса Христа». «Но сокровище сие или знание славы мы носим...» Сокровище — это не слава, это знание. Это знание славы. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам, даже когда мы отовсюду притесняемы». Если у вас есть знание о славе, и вы понимаете, что есть сила слова, даже если вы попали в трудные обстоятельства, у вас будет достаточно благословения, чтобы преодолеть эти обстоятельства. Даже когда вы огружены трудностями, напомните себе, что вы покрыты благословением. Напомните себе, что в вашей жизни действует благословение. Аллилуйя! Благословение действует в вашей жизни прямо сейчас. Вам придется сделать это верой. Вам тоже нужно посадить сад. Как это сделать? Вы должны наполнить свои уста Божьим Словом. Благословение не сойдет на вас только потому, что вы знаете о нем. Вам нужно будет действовать и говорить. Вам нужно будет посадить сад. Вам нужно будет посеять семена и размышлять над Словом. Вам нужно будет хранить свое сердце, свои глаза, свои уши и уста. Я уже начинаю это делать. Благословение Божье действует во мне прямо сейчас. Благословение включает в себя исцеление, освобождение от греха, финансы и все остальное, о необходимости которого я даже не имею представления. Благословение действует в моей жизни прямо сейчас. Благословение растет во мне. Я благословлен. И теперь это обрело особый смысл. Нужно платить по счетам. Я благословлен. Ваше тело нуждается в исцелении. Я благословлен. Благословение действует во мне прямо сейчас. Аллилуйя. Благословение действует во мне прямо сейчас. Да, благословение действует во мне прямо сейчас. Аллилуйя. Я благословен. Благословение действует во мне прямо сейчас. Благословение действует во мне прямо сейчас. Аллилуйя. Я благословлен. Я не знаю обо всех своих недостатках, но благословение может избавить меня от них. Вы понимаете? «Благословение может избавить меня от всех недостатков». Благословение — это помазание. Оно разрушает ярмо и избавляет от бремени. Почему Бог против того, чтобы вы изменяли жене? Потому что это заблокирует благословение. И если благословение заблокировано, то и проявления Божьей славы не будет. Почему Бог желает, чтобы мы пребывали в святости? Потому что ложь и обман и манипуляции блокируют благословение. Моё благословение течёт через меня прямо сейчас. Моё благословение действует, аллилуйя. Я всегда отдаю десятину, потому что я не хочу, чтобы поток благословения остановился. Нет. Я нуждаюсь в проявлении Божьей славы. Во многих сферах своей жизни. Я не хочу ждать ещё 30 лет из-за того, что я заблокировал благословение. Благословение пытается пробиться, а я всё препятствую. Некоторым из нас нужно это прекратить. Понимаете, о чём я? Господь, моё сердце чисто, прости меня, Господи. Я повинуюсь Тебе, я повинуюсь Тебе, и даже и не понимаю, но повинуюсь Тебе с радостью. Я повинуюсь Тебе с радостью, я повинуюсь Тебе, я повинуюсь Тебе, Господи. Действуй в моей жизни. Действуй в моей жизни. Мне нужно сердце праведное, мне нужно сердце мягкое, мне нужно сердце, которое впустит мои благословения. Просто избавься от блокиратора благословений. Благословение действует Благословение действует во мне Помните, что я говорил вам Только потому, что вы слышите эти слова от меня Это еще не значит, что это будет действовать и в вашей жизни Это действует в моей жизни, потому что я говорю эти слова себе Пока вы сами не произнесете это своими устами Когда вы говорите, вы сеете Если вы сами не произнесли того, что говорил я вам Значит, вы не посеяли Да, у вас есть знания, но чтобы посеять, нужно сказать, чего вы ждете Я благословен Я благословен, меня не убьют И на меня не нападут Я благословен Я все это сказал для того, чтобы вы поняли, что все, что было в раю Ваше наследие В раю было долголетие Человек не должен был умирать В раю было долголетие В раю было здоровье В раю был покой В раю было золото Да, и оно было прекрасно Все в этом саду принадлежит тебе И все то, чего не было в этом саду Заблокирует твое благословение В саду не было болезни В саду не было похоти Ничего из этого не было в Эдемском саду Если этого не было в саду Этого не должно быть и в вашей жизни И я знаю, что это было Но вы узнали что-то полезное для себя? Я провел вас по всей... Бог желает вернуть свой сад Бог желает вернуть свой сад Это цель всего Самое большое его желание Благословить вас Больше ничего ему не нужно Он желает одного Благословить вас Он всегда желает только одного Благословить вас Но он не может вас благословить до тех пор Пока вы не удалите препятствия Необоснованное проклятие не исполнится И если на вас проклятие Значит тому есть причина Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok